Действительно, мы говорим сегодня о очень важных вещах. Я сам керченин, это древнейший город страны. Мы 7 лет назад присоединились с Аллобой и Путином. Но здесь без лозунгов, здесь про то, что про нас совершенно по-другому стали говорить, упоминать это благодаря тому, что мы стали ималой в Константинополе. Ведь сегодня мы соединены мостом. У нас такое же разделение Европы и Азии, как в Константинополе, в Стамбуле. У нас древнейший каменный храм России. И у нас древнейшие античные минодельные на территории нынешней России, городище Бермеки. Всего у нас их 16. И это большая-большая митрополия, которая называлась Панцикадея, столицей Боспорского царства, который являлся. И город был, наверное, великим на те времена, абсолютно точно. Государство просуществовало тысячу лет, но о нем никто ничего не знает. Я главный амбассадор из своего города и Боспорского царства. Мы когда-то познакомились с Еленой Порманда и Бог здоровья тоже, потому что она вместе с Христофором Константинидией вовлекли меня в эту историю. И оказалось, что о Керче в Боспорском царстве, в Золотом, как сказано, совсем чуть-чуть, совсем мало. Да, мы действительно не самые большие винодельные, не самые известные в мире, но мы абсолютно точно совсем другие. Потому что мы в Крыму не развивали виноделие так масштабно, как это делается сейчас в России. Сейчас беспрецедентные возможности для развития винного дела и винопроизводства, виноградарства в целом. Это действительно самый сложный труд в сельском хозяйстве. И инвестиции здесь, как говорится, виноград посадил, и лет через 8, может быть, что-нибудь, если все сделал правильно, у тебя что-то получилось. Поэтому винные туры и в целом и гастрономический туризм для нас сегодня главный проводник и главная возможность продвижения своего региона, своего города, культурно-познавательного, исторического, ну прочих, плана. Я считаю, что новые форматы сегодня не только в самом туризме, но и в целом в стране. Ведь индустрия гостеприимства теперь вписана черными буквами по белому в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». А раньше к этому относились достаточно посредственно, потому что, ну, не было до коронавируса понимания, сколько на самом деле людей работает в индустрии. И что это такое с точки зрения количества сфер, которые входят в индустрию гостеприимства. А мы посчитали, это 118 сфер деятельности человека. Представьте себе, это виноделы, самокатчики, консержи, прокатчики, кошеринги и прочее, прочее, прочее. Это все тоже туризмы. Но, казалось бы, раньше это замыкалось только на туроператорской и турагентской деятельности, гостиницы, ресторанах, санкурии и прочее. И то, разбросанных в шести ведомствах нашей страны. Что удалось сделать? Ну, во-первых, коронавирус дал возможность всем проявиться. И оказалось, что остановилась целая экономика субъектов Российской Федерации, как только остановился туризм. Как только туристические поездки прекратились, оказалось, что гораздо больше, чем миллион человек работают в туризме. Гораздо больше, чем восемь аквайдов основных являются его составляющей. И самое главное, что экономика субъектов и экономика в целом страны, а еще и имиджевые, репутационные, культурные и прочие связи, зависят именно от туристических поездок. Нам удалось всем вместе, вместе со всеми союзов интернендустрии, с другими сообществами создать стратегию развития туризма, план мероприятий к ней. Но пришел коронавирус, и мы совершенно совсем по-другому сейчас стали смотреть на туризм. И самое главное, мы очень четко задумались о том, что у нас вообще нет никакого маркетинга и продвижения. Не только винных туров из города Керчи или Босфорского царства, которые не менее важны, чем Римская империя на территории мира. Но мы что-то должны делать гораздо вкуснее и интереснее. И вот тут как раз новый формат в плане анастрономического туризма, как вкусно продавать свой любимый край. Как красиво упаковывать свои туристические продукты. А раньше мы его не умели вообще упаковывать, если бы мы никак не работали. И после этого, как мы поняли, что нужно что-то делать с маркетинга, с упаковкой и с продвижением, мы поняли, что а кто это будет делать? Ну, где эти люди? Они же должны быть. Я вам скажу, что раньше, например, выращивали в Крыму табак. Я два года искал на инженера, кто бы занимался табаком. И я практически их не нашел, потому что это фактически вымерло как производство в Крыму. Хотя в свое время это имело очень серьезный уровень. И в Краснодарском крае, как и Александр подсказывает тоже. И, кстати говоря, в Ростовской области тоже. Так что глобально мы действительно упустили еще вопрос кадровой. То есть если сегодня, например, развивать скоростные перевозки, потому что уйдем в сторону, скоростные перевозки на водно-транспорте пассажирские, то нет специалистов, экипажей для комет, для скоростных судов. Их просто нет. Им всем сегодня 60-70 и более лет. Мы, к сожалению, эти кадры не сохраняли. Поэтому мы решили провести всероссийский отраслевой конкурс «Мастера гостеприимства», который как раз направлен на поиск людей и поиск проектов по развитию туризма. И что интересно, что от Крыма победили как раз коллеги с вильным туризмом. Одна из них Елена Колчанова, которая занимается производством «Инкерман». И увлеченный человек в профессионального высокого дела и настоящий мастер гостеприимства. Поэтому это не только про вино или это про гастрономию, которая действительно сегодня развивается. Коллеги, например, Татьяна Большакова, например, у нас есть такой человек, который развивает, например, проект поддержи местного. Гастрономическая составляющая, которая связана напрямую с виноделием. Коллеги пошли дальше. Понимая, что конкурс создает возможности для кадрового обеспечения отрасли и поиска проектов, коллеги стали создавать проекты по образованию, подготовке кадров в этой сфере. Мы все говорим, что у нас есть фсет. Это очень круто, это очень далеко, важно и значимо, но мы не очень понимаем, что это, с чем это едят и вообще как это расшифровывается. Но при этом обладаем огромной базой производственной, огромной культурной, исторической составляющей, которой, наверное, еще позавидовать коллегам из фсет нужно, потому что тот, который у нас есть, он, конечно, не антинори, где 870 лет винных традиций от отца к сыну. И они, кстати, вместе с нами открывают винный парк 22 мая в Мрии, в Крыму, самый большой и самый красивый винный парк в мире. Тоже будет в Крыму. Поэтому особое внимание к виноделию, особое внимание к винному туризму сегодня уже точно приковано. Маркетинг и продвижение мы сегодня мешаем вопросами продвижения самих виноделов, продвижения их продуктов, продвижения туристических продуктов. И Белла Александровна, занимаясь проектом «Золотое кольцо Госпорского царства», еще отдельно расскажет о себе. Межрегиональный туризм в целом сегодня, наверное, двигатель. Безусловно. Я только вернулся с Республики Алтай. Каждый Алтай развивается по-своему. Кузбасс развивается отдельно. И мы с министром Кузбасса проговорили, а давайте сделаем маршрут между Верно-Алтайском, Шерегешем, Терецким озером и так далее. И все это состыкуем и сделаем это еще и вкусно, еще и с гастрономией, еще и интересно, и с лыжами, и с морем, и с озером. И мы говорим, да, действительно можно. Мы сегодня уже проговорились с двумя Республиками Алтай, с двумя Алтайами, Республика Алтай и Алтайский край. И как раз уже этот вопрос на выходе. Почему? Потому что это возможность два дня провести в одном месте, потом два дня переночевать в тратаром, вас везде кормят вкусом, вас везде гостеприимно принимают. И эти мастера гостеприимства, которые у нас находятся сегодня по всей стране, они как раз-таки и создают эти возможности для продвижения в том числе архитектурных, культурных, исторических, природных и прочих составляющих. Очень важно, что сегодня мы действительно, работая, например, в сфере индустрии гостеприимства, понимаем, что, например, не обойтись без отелей. Василий и Леной недавно говорили, давайте сделаем время на тур, это в виде инфотура. Давайте. Какие должны быть составляющие, какие должны быть участники, кроме туроператора, кроме Лены, кроме меня. Я могу это продвигать, могу рассказать, могу разместить на всех площадках, распиарить, но еще нужно привлечь отели, еще нужно привлечь рестораны. Еще очень нужно, и я этого очень хочу, мы сильно уверен этого добьемся в ближайшее время, чтобы русское вино, российское вино, крымское вино, краснодарское вино, а действительно сегодня винодельник Краснодарского края, да и не только, они нам уже практически полностью, не то, что напоминают, они превосходят возможности Тосканы и всех остальных. Ну, для нас, для нас местных, для того, что это наш родной край, и сегодня очень красиво, и в Шатопино, и в Абрау-Бюрсо, и в Левкаде, и Гейкадзор, и многих-многих других, которых вы, наверное, и не слышали. На Голубицке, например, я вино очень часто пью и всегда восхищаюсь тем, что эти ребята где-то там находятся, где никто никогда особо и не был. Поэтому в вопросах, связанных с участниками винных туров, винных путешествий, кроме самого туриста, которому это сейчас все больше и больше нравится, они сегодня готовы покупать туры за все большую стоимость. Вино становится не просто каким-то продуктом или товаром, вино сегодня становится сопутствующим каким-то составляющим. Сегодня все едут вкусно покушать с виноделом вместе, погулять по винодельни, а заодно купить вина, а не как раньше ехали за вином. И здесь, конечно, очень важна синергия участников всех. Это отели, рестораны. Рестораны размещают в астрономию, размещают локальную кухню, ставят автохтонные местные сорта вин. Их о них рассказывают, а отели размещают. Сегодня поэтому очень важна такая синергия и соучастие всех участников индустрии гостеприимства, и чтобы отели были и рестораторы все приблизительно на одной волне, в одном уровне стандартов, сервисов и качества. И здесь мы со своей стороны, как общенациональный союз индустрии гостеприимства, как кузница кадров, мастеров гостеприимства, готовы к совместной работе, готовы привлекать все больше участников. Ну и точно, абсолютно. Найдите время и проедитесь по Югу России в винном путешествии. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Я очень порадовалась, когда вы сказали о том, что винное хозяйство, винодельни, привлекая к себе, тем самым открывают посетителям туристические регионы, когда бы они никогда бы не добрались. Но кто поедет, может быть, и поедут. Да, там есть парусная история на Голубицкую стрелку. А когда узнаешь о том, что там прекрасная винодельня, о том, что там совершенно потрясающая визуализация, вот как это все построено, это надо увидеть один раз, и ты влюбишься не просто в Голубицкую стрелку, во все, что там происходит. И действительно, винный туризм помогает привлекать внимание к тем скрытым жемчужинам, скрытым объектам нашей страны, малым регионам, которых очень много в России, в Крыму. Буквально два момента. Я закончу с того, что, как говорится, я говорила о хорошем, скажу о плохом. Нам очень нужно всем вместе разобраться с тем, что нельзя размещать на земле сельхозназначения и в лесном фоне. Здесь сейчас очень часто что-то размещается, связанное с виноделием. Особенно я говорю про Крым, потому что я практически все винодельные проекты посмотрел. А нужно все-таки с ресторанами и отелями там разобраться с одной стороны и с другой стороны, где у нас Новый Свет и Нкерман и многие другие сегодня не могут выпускать с этими названиями... Правда. Правда. И могут выпускать с этим названием свои «Игристы» или «Вино», потому что это не винный продукт этой территории. Соответственно, по новому законодательству, который мы так ждали, новому закону о вине, мы сегодня фактически не можем продвигать эти бренды. И, к сожалению, с этим нужно работать. Поэтому, Юрий Александрович, вместе объединяемся и будем вместе достигать и решать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.